Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня буду делать для вас разговор с его душой. Давненько уже не делала этот расклад. Сегодня сделаем на Таро Мудрости Хей. И я хочу попросить вас хорошенько сконцентрироваться на вашем мужчине. Визуализируйте его, назовите его имя, представьте его. Для того, чтобы карты Таро нам как можно лучше раскрыли вашу ситуацию. Напоминаю, что по вопросам обучения обращайтесь, пожалуйста, на WhatsApp. Ссылочка находится под каждым моим видео. Проходите по ссылке, пишите мне обучение. Я свяжусь с вами и расскажу о моем обучающем курсе. Благодарю вас, мои дорогие, за лайки, комментарии, донаты, спонсирование. Низкий вам поклон. Мне очень-очень приятно, что цените мой труд. Вот. Каждый раз, каждое видео, каждый ролик благодарю вас и буду делать это. Я действительно очень вам признательна. Итак. Сконцентрируйтесь. И мы сейчас будем делать расклад. Разговор с его душой. Ой, смотрите, давайте-ка и пускай они останутся, эти арканы. Ну, явно у него сейчас какие-то он проблемы денежного порядка решает. Так нам и показали, в общем-то. Какие-то сейчас вопросы, связанные с деньгами. Прям материальная энергетика выскочила, причем сложная материальная энергетика. В том плане, что за что-то ему приходится бороться, что-то добиваться сейчас. Ну, давайте посмотрим, мужчина какой. Какой мужчина? Что за мужчина? Так и захотелось сказать, фантазер ты меня называла. Можете быть на расстоянии с этим мужчиной. Участие аудитории здесь будет так. Ну, вот он у нас вышел, пожалуйста. Король Пентаклей. Если к земной стихии принадлежит, вообще замечательно, просто великолепно. Если нет, нам просто показывают мужчину с такими характеристиками. Он достаточно стабильный, очень крепко стоящий своими ногами на земле нашей грешной. Достаточно приземленный человек. И человек, который воспитан, в общем-то, нельзя говорить в правильных традициях. Но в достаточно таких традициях уважения к родителям, к старшим. Почитание семьи. И для него семья очень важна. Кто-то воспитан даже в неких духовных традициях. То есть что-то ему прививалось. С детства, скорее всего. Может быть, родители, дедушки, бабушки. Какое-то вот влияние прямо на него оказывали. Такое именно духовное. Здесь сложно сказать, он вырос духовным, высокодуховным человеком или нет. Но это ему прививалось. С детства какие-то очень важные вещи. Морали. Высокой такой морали. Они ему прививались. Я надеюсь, что все-таки в итоге привились. Но достаточно человек... Кстати говоря, может быть, у кого-то здесь старшего с возрастом. Если же он не старше, а даже и моложе, то это достаточно человек опытный и достаточно мудрый. А давайте не забывать, что даже мудрые мужчины, умудренные жизненным опытом и очень взрослые чисто физически, они могут вести себя как мальчишки порой. Но нам показывают суть вообще, внутреннюю суть человека. Человек, который очень много мыслит. Много мыслей у него. Постоянно какие-то планы. Постоянно человек, можно сказать, в этом плане развивается интеллектуально. То есть он не стоит на месте. Во-первых. Во-вторых, то, что касается денег, материальных вопросов, то у него тоже постоянно есть какие-то планы. Он все время пытается, скорее всего, улучшить свое материальное положение. Как-то вот для него вообще материальный достаток очень важен. Потому что это король Пентакли. Человек может здесь быть либо женатым, либо вашим мужем, либо, в принципе, у него какое-то прошлое за плечами есть, отношений. Знаете, каких отношений? У кого-то семья, у кого-то, может быть, даже и не семья. Но когда человек вкладывался в отношения, он знает, что такое туда денежку вложить и свою энергетику вложить. Вот такой человек. Кстати, очень даже интересно. Еще один аркан хочу на характеристику вытащить. Дополнить, добавить. Ну, он еще и очень активный, очень яркий, с высоким сексуальным потенциалом. Сексуальная сторона жизни, вообще физическая близость для него очень важна. Но я вижу, что для него и эмоции тоже важны. То есть сказать, что здесь чисто секс, допустим, для него я не могу. Потому что здесь такие вышли арканы, которые говорят, что ему и эмоциональная близость тоже нужна с человеком. Тут не просто так. Это не просто аркан гуляки-разгуляки, для которого вообще никаких духовных ценностей не существует. Для этого человека существуют. Существуют. И вот эти два аркана, они его, конечно, характеризуют. Не зря же вышел иерафант, и не зря вышел король Пентакли рядом. То есть они его характеризуют, как человека, в которого заложены некие важные очень моральные принципы. А здесь еще и речь как раз о том, что кто-то в его жизни, и тут больше, может быть, им женская энергетика, как-то больше даже мужская энергетика. Ну и женская, может быть, в принципе. Влияли прямо на него. Не зря сказала, более старшее поколение. Здесь человек, может быть, как старше, так и моложе вас, не важно. Но вот кто-то на него влиял, более старший какой-то человек, и, скорее всего, семьи. Ну и, конечно, вероятнее всего, это ваш кармический партнер, потому что в первом ряду расклада у нас вышел иерафант. Это кармический партнер, это человек, который вам... Ваш учитель, по сути, кстати говоря, потому что иерафант, это и есть учитель. Также по аркану иерафант может быть так, что между вами есть какие-то различия, отличия. Может быть, в возрасте различия, в ту или в другую сторону. Может быть, кто-то женат, кто-то замужем, либо там треугольники, четырехугольники, либо он свободен, вы в отношениях, либо разные национальности, разные города, страны, могут быть разный менталитет, разный взгляд на какие-то основополагающие вещи в жизни. Кто-то худенький, кто-то полненький, кто-то там беленький, кто-то черненький, кто-то... Ну, в общем, огромное количество может быть различий между вами. Так что, смотрите, что-то такое есть. Так, давайте сейчас спросим его мысли о ваших отношениях. Как он вообще видит ваши отношения сейчас? Ну, это страстно, это яркие отношения, это бурные, даже кипучие отношения. То есть сказать, что здесь какое-то болото. Болото может быть по, допустим, там, действиям мужчины, намерениям, действиям, дальше посмотрим. Но если брать основу, если брать суть, то здесь очень яркие, бурные, страстные отношения. Страсть прям через край бьет. Мужчина страстный, для мужчины очень важна страсть, отношения интимные, завоевывать женщину, ему это все нравится, это все его. Так вот, ваши отношения, он видит, посмотрите, это хороший аркан. Не могу сказать, что прям глубочайший по своему значению, но он красивый. Посмотрите, восемь жезлов цветущих, красивейших, на фоне восхода, поднимающегося из-за горизонта солнца. Это страсть, кипучая, причем по этому аркану может быть по-разному. У кого-то просто страстные отношения, яркие, а у кого-то здесь могут быть и выяснения отношений даже, то есть такая, знаете, итальянская семейка. Но в любом случае здесь не соскучишься в этих отношениях никак. Так, его мысли о вас. Ну, что-то мысли-то у нас сложные. Это пятерка мечей, причем посмотрите, какой здесь аркан. Со змеями страшными, с костями, черепами. Мысли о вас тяжелые, сложные сейчас. Что-то между вами могло либо происходить в прошлом, либо происходит сейчас по пятерке мечей неблагоприятное. По пятерке мечей может быть все что угодно. Ссоры, манипуляции, предательства, не дай бог, но так тоже может быть. Какие-то нечестные действия, нечестная игра в отношении другого партнера. Один партнер действует в отношении другого вот таким образом. Мысли у него именно сейчас такие, как будто между вами, если между вами произошло расставание, то посмотрите, здесь прям кладбище костей каких-то, руины некие какие-то. И змей обвивает этот меч, холодный, стальной. Поэтому вот такого плана мысли. Я даже не буду сейчас развивать эту тему, потому что я надеюсь, вы основное направление поняли. И здесь уже понятно, какие мысли о вас у этого человека. Чувства к вам. Но он и в чувствах, посмотрите. Он видит вас, безусловно, красивой, великолепной, женственной, некой такой, я очень часто говорю, ведьмочкой. Но он вас так и видит. Женщина нереально, невероятно для него притягательный. Тем более здесь аркан луна. Он, посмотрите, какой красивый. Чувства к вам. Аркан луна, тянете его, притягиваете с огромной силой. Но сказать что-то более определенное я не могу, потому что аркан луна, это такой аркан, который о том, что человек сам не знает, что он к вам чувствует. Он понимает, что его дико к вам тянет, а что это он озвучить не может. И еще чувства. Хочу еще чувства посмотреть. На то, что видит вас луна и звезда. Девочки, я не знаю, тут практически мужчина вас на пьедестал ставит. Еще чувства. О, здесь два зацепились аркана. Давайте смотреть. Ага, смотрите, что за человек у нас такой сегодня. Вы для него, он вас видит, вообще очень многогранный. Вы и аркан луна, вы и аркан звезда. Это два великолепнейших аркана, особенно, конечно, аркан звезда. Это муза, это красавица, это женщина практически идеальная. Это мечта. Женщина мечта. И его чувства к вам по аркану луна, он не может определить, что это. Его очень сильно тянет к вам. Но по аркану звезда, вы какая-то далекая, недостижимая. Он считает, что вы, скорее всего, настолько высоки, и духовные, и во всех отношениях. Возможно, вы очень хороши внешне, либо он просто, ну, в его глазах, даже если вы себя не считаете красавицей, в его глазах, вы все равно по аркану звезда. Нереально притягательны, привлекательны, красивы. Но здесь очень многих из вас, потому что вышел отшельник, здесь мужчина, при всем при том, да, что он к вам испытывает, здесь он уходит в отшельника. То есть, скорее всего, он вам не показывает эти чувства, он не показывает вам восхищение вами, по-настоящему, так, как это есть. Почему? Да потому что есть страхи, потому что есть комплексы, потому что чего-то здесь мужчина боится, и что-то для него не ясно. Что-то он не может для себя в чем-то определиться, поэтому он очень часто уходит в отшельника, вполне возможно, и сейчас находится, пребывает в этом аркане отшельник. Смотрите, человек отдалился и не принимает какого-то конкретного решения. По аркану двойка пентаклей, человек манипулирует, человек жонглирует, человек пытается определиться, а никак определиться не может. Здесь такое впечатление, как будто по вот этим арканам он не может вообще понять, что он к вам испытывает. Потому что здесь аркан луна сам не может понять, почему так тянет. По аркану звезда понимает, насколько вы великолепны. По аркану отшельник все равно уходит в отшельники. Он закрывается и не открывает перед вами эти эмоции. И, наконец-то, невозможность определиться. То есть здесь вот так, как будто человек, он не может определиться вообще, что он к вам чувствует сейчас. Чувства есть, и чувства очень страстные, очень яркие, очень интересные. И по мыслям я вижу. Но, смотрите, если вы на расстоянии с этим человеком находитесь, то все, в принципе, понятно. Когда люди на расстоянии, невозможно знать друг друга досконально. Тем более, когда никогда не встречались, мы себе рисуем всякие картинки яркие в голове, придумываем себе образ человека и влюбляемся в этот образ. А на самом деле, чаще всего он не соответствует действительности. Человек здесь понимает, что, возможно, он влюбился в ваш образ. Это в том случае, если вы на расстоянии. Вот имейте в виду здесь такой момент. И это его может смущать, и он может из-за этого переживать, и в итоге не понимать вообще, что с ним происходит. Если же это ваш реальный партнер, то, соответственно, те энергии, о которых я вам озвучила. И колется, и хочется, и колется, и мама не велит здесь. Кстати, влияние женской энергетики на него очень сильное, родовой на этого человека. Поэтому, если он реальный ваш партнер, то здесь он просто сам даже не может сказать, что он к вам чувствует. Палитра чувств очень богатая, очень интересная, разнообразная, но его бросает из холода в огонь и обратно. И вообще он не понимает, в принципе, что с ним происходит. Сейчас, на данный момент, так. Если вы с ним расстались, допустим, да, то понятно, почему вышли такие арканы. Здесь как воспоминание о вас. Так, что этот человек намерен вообще в ваших отношениях дальше? Какие намерения его в ваших отношениях? Ну, вы императрица для него. Вы женщина, безусловно, великолепная в его глазах. У вас такие сильные арканы вышли. Луна, звезда, императрица. Его отношения, ой, его, вернее, намерения в отношении вас. Ну, я вижу, что он все равно хочет быть с вами в любом случае, при любых обстоятельствах. От императрицы просто так уйти нельзя. Даже если мужчина сделал глупость, от императрицы ушел, он потом осознает, от кого он ушел, что он кого он потерял. Поэтому его намерение, его намерение быть с вами в общем, в общих чертах. Его намерения таковы. И еще намерения, еще намерения, еще намерения. А знаете, здесь есть какая-то ситуация. Кто-то из вас может быть в отношениях, либо кто-то из вас связан какими-то обстоятельствами, обязательствами, не позволяющими вашим отношениям развиваться в том темпе, в том ритме, в котором вам хотелось бы. Вполне возможно, что кто-то не свободен. Вот, вполне возможно. Либо какие-то обстоятельства между вами. Тот же карантин, те же закрытые границы, к примеру, да, тоже может быть. Либо еще что-то, но есть явно связывающие обстоятельства у вас сейчас. По рукам и ногам связывающие. Которые приводят к тому, что намерение это есть, а результатов нет. То есть не позволяют эти обстоятельства вам развивать ваши отношения, как-то что-то решать. И в итоге вы остаетесь в аркане четверком мечей. В общем, здесь вот такая ситуация у нас. Поэтому намерение есть и намерение быть с вами, но обстоятельства какие-то здесь реально мешают. Может быть, конечно, он сам эти обстоятельства себе придумал в своей голове. Но здесь это есть. Давайте посмотрим каких-то... Давайте, что скрывает от вас. Что скрывает этот мужчина так вот серьезно? Что скрывает? Еще. Скрывает то, что в принципе он эгоист, девочки. Скрывает то, что материальные вещи для него порой бывают превыше всего. Он скрывает от вас то, что периодически он считает вас своенравной очень девушкой. И девушкой, которая способна на такие действия, которые могут разрушить их отношения в любой момент. Разрушить отношения и даже чувства. То есть он считает, что вы можете вести себя периодически как капризный ребенок, к примеру. Либо как незрелый человек, незрелая женщина. Он так считает. Он скрывает это от вас. Он не хочет вам это озвучивать. Но он на самом деле так считает. И можно сказать, что он это от вас скрывает сейчас. Скрывает также чувства свои к вам. А чувства есть. Основной аркан расклада из четырех карт здесь у нас. Аркан туз кубков. Поэтому здесь мужчина это тщательно от вас скрывает. Почему, не знаю. Значит, всю полноту, всю глубину чувств. Реальные чувства свои, которые он к вам испытывает. И в которых он определиться толком не может. Мне их показывают. Он от вас это скрывает. Может быть, потому и скрывает, что сам не совсем понимает, что это. А каких действий можно ожидать от этого мужчины в ближайшее время? Можно ли каких-то действий ожидать? Да, но вам повезло, конечно, с партнером. Потому что это человек в футляре. Это человек закрытый. Это человек, который вряд ли вам высказывает эмоции ярко, как-то красиво. Человек закрываться может. Человек может вам очень многого вообще не говорить из того, что есть на самом деле. В его жизни, в его чувствах, обстоятельства его жизни, его истинное отношение к вам. Такие люди, они очень часто закрываются и до них достучаться сложно. Причем фасад, так сказать, может выглядеть весьма привлекательно. Он может выглядеть и общительным, и таким, знаете, душа человеком. А когда начнете копать глубже, вы поймете, что вы не можете проникнуть туда глубже никак. Он не пускает вас туда. Поэтому какие действия? Как короля мечей. Достаточно холодная энергетика здесь идет. Каких действий от него можно ожидать? Можно ожидать каких-то действий, но это действия по аркану король мечей. Король мечей убирает эмоции в сторону, включает исключительно рассудок, хладнокровие. Лишнее слово не скажет. Если скажет, то выверит тысячу раз. В общем, сейчас вот такая энергетика. Почему-то какая-то очень прохладная с его стороны энергетика идет. И таких действий можно здесь ожидать в ближайшее время. А давайте посмотрим, стоит ли вообще с точки зрения Картеру вам продолжать эти отношения. Вам стоит продолжать эти отношения и что они вам принесут? Ну, в общем-то, да, конечно. Потому что мужчина, скорее всего, дорог вашему сердцу. Те девочки, которые остаются в этих отношениях, мне показывают, что да. Потому что у кого-то, может быть, здесь материальный вопрос стоит как-то. Для кого-то этот мужчина все-таки вы его по сей день считаете вашим драгоценным шансом. Вы считаете его чем-то очень важным, кем-то очень важным в вашей жизни. Именно с этой точки зрения и стоит продолжать отношения. Для той же части аудитории, кто вышел из отношений, просто смотрите на бывшего, на своего. Вам нужно думать о новых шансах. Вам нужно принимать новые шансы от жизни. Вам нужно быть открытой к новым шансам. Вот так. Здесь четко два будет направления. Что этот мужчина дает вам? Давайте еще посмотрим. Что этот мужчина в вашу жизнь приносит? Какие энергии? Ну, во-первых, этот мужчина, если у вас есть дети, то, в общем-то, вы должны понимать, что этот мужчина вам дан был для того, чтобы родить детей. Если детей нет, то все равно этот мужчина несет в вашу жизнь какую-то светлую, яркую, красивую энергетику. Может быть, вы чувствуете себя маленькой, счастливой девочкой. Либо чувствовали раньше, когда были с ним в отношениях. Если сейчас у вас разлад, к примеру, да. Он дает вам какую-то очень яркую такую энергию, которая вас может как согревать, так, кстати говоря, он может и в глыбу каменную, ледяную превращаться здесь, этот человек. Но все-таки по аркану солнца что он вам дает? Он дает вам какую-то такую энергетику светлую, красивую. Поэтому сказать, что все прямо вау ужасно, либо вау прекрасно, я по этому раскладу не могу. Здесь есть за и против, здесь есть и прекрасные моменты, и сложные в ваших отношениях. Что вы даете в эти отношения? Что вы приносите в его жизнь? Красоту, ум, интеллект, самодостаточность. Это вот те слова, которыми можно описать эту девушку. Красивейшую, умнейшую, очень самодостаточную, сексуальную. Вот это все вы приносите в его жизнь. Он вас видит как женщину идеальную практически. Вы, кстати, скорее всего, очень хороши собой. Либо он вас считает очень красивой женщиной здесь. Скорее всего, вы действительно являетесь таковой. Плюс еще, ко всему прочему, это не просто красотка, это еще и очень умная женщина, интеллектуальная женщина, которая уверенно идет по жизни. То есть вы приносите в его жизнь красоту. Красоту и восхищение, действительно, женской красотой, женственностью, обаянием, умом, интеллектом. Вы, в общем-то, здесь оба приносите в эти отношения, даете очень классная энергия, очень красивая и позитивная. Ну и давайте я спрошу еще, что будет, если вы выйдете из этих отношений? Как будут для вас развиваться события? И что будет, если вы останетесь в этих отношениях? Девчонки, я могу вам сказать так. Уже сказала. Если вышли из этих отношений, значит и хорошо, и слава богу. И давайте уже идите в новый путь, как говорится. Если же вы из этих отношений не вышли и сейчас решаете быть вам или не быть, я вам могу так сказать. Если вы сейчас примете резкое решение выйти из этих отношений, наступит период вашей печали. Потому что пятерка кубков – это такой аркан. Будете страдать о прошлом, будете вспоминать это прошлое, будете печалиться, плакать. Ну вот такие вот вещи. Ностальгировать за тем, что было. Поэтому сказать, что все порвать раз и навсегда, сейчас я не могу, мне показывают, что порвать вы можете отношения, допустим, выйти из них, но вы будете печалиться в этом случае. Потому что я вижу, что все-таки много энергии каких-то важных он в вашу жизнь несет, этот человек. Плюс еще ко всему он ваш учитель. Если же вы останетесь в отношениях, не думайте, что опять-таки все будет легко и просто. Нам показывают очень конфликтные ситуации. Наличие конфликтных таких вот каких-то энергий в ваших отношениях. Скорее всего, будут выяснения отношений, скорее всего, будут какие-то обиды, будут какие-то, ну вот такие вот выяснялки. Но это не значит, что отношения вообще не имеют смысла продолжать. Вам просто нужно понять, что вот эту энергетику, конфликтную, ее надо смягчать, ее надо убирать, ее надо убирать именно посредством работы над собой, включение мудрости своей. То есть просто выяснять отношения, злиться на человека, смысла нет. Это должно быть тоже как-то конструктивно все это происходить между вами. В общем, мне показывают, что если останетесь в отношениях, отношения не будут простыми, но они будут все равно продолжаться. Если вы хотите, чтобы они стали более стабильными, более мягкими и спокойными, то вам, конечно, нужно поработать именно над этой конфликтной энергетикой. А также, конечно, если вы останетесь в отношениях, мне показывают, что в любом случае здесь энергетика другого мужчины. То есть здесь некий мужчина может в вашу жизнь ворваться просто как вихрь какой-то неожиданный, просто, знаете, клин клином вышибить этого человека из вашей жизни. Рыцарь мечей очень легко и просто способен на это, потому что этот человек очень страстный, очень знающий, что он хочет, пришел, увидел, победил конкретно. И такие люди по этому аркану обычно резко врываются в жизнь, когда вы даже не ожидаете этого. Так что вот так. Ну и, наконец, давайте посмотрим, на что вам нужно сейчас обратить внимание в принципе в жизни. На что нужно обратить внимание? А на то, что есть что-то в вашей жизни, что вам пора уже заканчивать, потому что больше не приносит это вам удовлетворение, счастье, позитивных эмоций, вы от чего-то устали, а вам пора уже в какой-то новый путь. Если это касается этого мужчины, значит, хорошенько обдумайте и поймите, что уже пора это сделать. Если это касается каких-то других обстоятельств вашей жизни, других сфер вашей жизни, значит, тогда это совет именно для той сферы в вашей жизни, где вы чувствуете себя уставшей и эмоционально опустошенной. Это таркан о том, что если вы такие имеете чувства, такие ощущения, то пора эту ситуацию завершать, пора отворачиваться и идти вперед в новом каком-то направлении. Вот такой получился сегодня расклад. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что были со мной. Буду вам благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую и люблю, желаю всем счастья, любви, добра, самых светлых, гармоничных, прекрасных отношений с вашими партнерами. И, конечно, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои дорогие. До следующего расклада.